В эфире информационная программа День города в студии Ирины Ковалева. Здравствуйте! Праздничным партнером нашей программы является компания Фаербах. Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батарей салютов и хорошее настроение. Все это вы можете приобрести в магазине Фаербах на парковке у ТРЦ Премьер. Ну а сейчас пришло время подвести итоги уходящего дня. О самых важных и ярких событиях вам расскажут мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. В 2018 году в Рязани будут обустроены четыре объекта городской среды. Какие выберут сами рязанцы. Год добровольчества в России. Какие проекты подготовили рязанцы. Последствия перепланировки. Жительница города пожаловалась на трещины в стенах. В 2017 году Рязань стала участником национального проекта формирования комфортной городской среды. Благодаря ему в регионе благоустроили около 200 дворовых территорий. В этом году на реализацию программы будет выделено порядка 40 миллионов рублей. Какие парки и скверы будут благоустроены, решат сами рязанцы. Во вторник стартовал сбор предложений. Лидеры выбора по три от каждого района в марте будут вынесены на общественное рейтинговое голосование. Площадки, на которых развернулись пункты сбора предложений, расположились в 12 торговых центрах Рязани. Так что до 9 февраля жители города, которым уже исполнилось 14 лет, смогут выбрать из представленного списка тот объект, который, по их мнению, требует благоустройства. Благоустройство общественных территорий, то есть тех территорий, которые являются рекреационными зонами для жителей города, включает в себя установку малых архитектурных форм, обустройство, либо модернизацию стропиночной сети. Ну, мало архитектурные формы – это лавочки, урны, возможно, скульптуры, озеленение, то есть высадка кустарников, разбивка клумб, высадка деревьев. Всего же в список внесено более 50 объектов, в их числе парки, скверы и бульвары в четырех районах города. Посетители торгового центра откликнулись на предложение поучаствовать в вопросе и активно включились в процесс, отдавая предпочтение тем районам, в которых они живут. Помимо выбора одного из предложенных объектов, рязанцы могут внести и свое предложение. Именно так поступил Александр Спицын, легкоатлет с поражением опорно-двигательного аппарата. Я проголосовал в районе Живодашково-Песочни, район по тротуарам. Проблема небольшая есть в плане тротуара не оборудованы съездами и заездами для колясочников, то есть для людей с ограниченными возможностями физическими. Это была дополнительная поправка, которую я внес. В свою очередь Владимир Луканцов в интервью отметил, что благоустройство территории в обязательном порядке будет выполняться с учетом доступности для маломобильных групп населения. В числе первых, кто сделал свой выбор относительно благоустройства города, оказались и работники культуры. Среди них Наталья Загрина, директор музея-усадьбы имени академика Павлова. Она также внесла свое предложение. Мы ведь на пороге к 170-летию, со дня рождения Ивана Петровича, идем. И, конечно, хотелось, чтобы улица была стилизованной под старину, чтобы она была пешеходной, потому что наш музей вошел в федеральный проект «Русские усадьбы». И, конечно, хочется, чтобы он был привлекательным для туристов. И если это будет пешеходная улица, будет сквер какой-то, это же будет замечательно. А вообще инициатива очень хорошая, она поистине демократичная. То есть мы должны все-таки приучать людей к тому, что город должен быть дорог каждому человеку. Все только зависит от нас. Сбор предложений продлится до 9 февраля. По его итогам, от каждого района выберут три территории лидера. Для них будут разработаны дизайн проекта. И уже в марте будет отобрано по одному объекту победителю. Таким образом, всего за 2018 год в нашем городе будет благоустроено четыре общественные территории, которые выберут сами рязанцы. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В ночь с 16 на 17 января в одном из домов на улице Пугачева произошел пожар. Жильцы многоэтажки были эвакуированы. В три часа ночи на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Пугачева. Возгорание произошло в 14-этажном доме. Жильцы были эвакуированы. Огонь повредил лифт. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина пожара устанавливается, но по предварительной версии поджог устроили подростки. Вот в этой незнамыляемой лече клетки есть элементы того, что, в общем, там происходит распитие спиртных напитков, курение и все остальное. То есть неблагополучные там граждане или подростки балуются, я не могу сказать. Но, скорее всего, в результате вот этих хулиганских действий произошло загорание в этом лифте. В разгар рабочего дня в среду в группе новости Рязани во Вконтакте появилась информация о том, что неизвестные открыли стрельбу из окна дома на Славянском проспекте. Почти сразу отреагировала региональная ОМВД. Там заявили, что видео будет проверено. Также отметили, что информация о пострадавших не поступала. К другим темам. 2018 год в России объявлен годом добровольчества. Власти уверены, это поможет волонтерам со всей страны подняться на новую вершину развития своей сферы и реализовать большое количество новых проектов. На сайте Добровольцы России проходит всероссийский конкурс социальных инициатив «Хочу делать добро». Представить свой проект может любая волонтерская организация со всех регионов страны. Заявки на конкурс отправили и рязанцы. Из первых уст «Портрет герою. Я знаю, кто я» – это название проектов, которые добровольческие организации Рязани отправили на всероссийский конкурс «Хочу творить добро». Каждая идея разрабатывалась долгое время, и в них было вложено немало сил. Одни затрагивают острые темы, а другие призваны помочь людям или ответить им на интересующие их вопросы. Екатерина Жерехова – доброволец волонтеров Победы. Это большой всероссийский отряд, который в одной только Рязани насчитывает полторы тысячи добровольцев. На конкурс «Хочу творить добро» от организации направлено два проекта – комплекс просветительских мероприятий «Привет из СССР» и «Портрет герою». Мой проект называется «Портрет героя», который включает в себя, прежде всего, задачу сохранения исторической памяти нашего региона в годы Великой Отечественной войны. Так как с нами живут ветераны рядом, но иногда мы не знаем о их судьбах, о них самих и какой вклад они внесли. В то же время они являются настоящим героем, который защитили страну и нас. Рязанские художники будут встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны и узнавать их историю. А после они напишут портрет с фотографией или натуры. Планируется провести несколько выставок на разных площадках города. Второй проект – это комплекс просветительских мероприятий. Он, прежде всего, связан с историей. И так как возникает противоречие с культурой, с историческими точностями СССР, то волонтер нашего движения решил организовать этот проект, который связан с мероприятиями, где будут обсуждаться, проводиться тренинги, квесты, связанные с историей СССР. Проект патриотической направленности был отправлен на конкурс и добровольцами звездного отряда. Ребята не первый год выезжают в муниципалитеты Рязанской области, где навещают ветеранов и помогают им. Добровольцы также устраивают концерты для местного населения, общаются с детьми и проводят мастер-классы. Проект звездного отряда называется «Из первых уст» и посвящен ветеранам Великой Отечественной войны. Цель нашего проекта – это создать, собственно, сайт, на котором будет содержаться информация, краткая биография. Все это будет подкреплено какими-то медиафайлами, то есть фото, видео и так далее. При этом, на самом деле, есть сайты, но информация либо неполная, либо неточная. В чем особенность нашего сайта будет? То, что там будет доступна авторизация только для командиров и комиссаров звездных отрядов. Педагогический отряд под названием «Синяя птица» отправил на всероссийский конкурс два проекта современной направленности. Первый носит название «Я знаю, кто я». Суть его заключается в том, что ребята разрабатывают комплекс экскурсий, различных бесед, тренингов с детьми из школ и интернатов, из детских домов. Они планируют вывозить ребят из детских домов на производство напрямую, на заводы, на рязанские, допустим, на предприятия. Проект коснется и детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам волонтеров, это интересно и ребятам, и работодателям. Ведь по закону на предприятии должны работать и маломобильные граждане. Второй проект отряда «Синяя птица» направлен на создание единого обучающего ресурса для педагогов и вожатых. Планируется создать канал в интернете, на который будут выкладывать короткие и познавательные видеоуроки. Очень здорово, что и президент обратил внимание на такое направление, как волонтерство и добровольчество. И в нашем регионе нас очень хорошо поддерживает Министерство образования и молодежной политики. То есть дает развиваться, дает возможность участвовать вот в таких конкурсах, выигрывать гранты, ну и находить что-то новое для себя. Это далеко не все проекты, которые рязанские добровольческие организации отправили на всероссийский конкурс. В последующих выпусках мы постараемся рассказать о каждом более подробно. А пока остается пожелать ребятам удачи в этом нелегком, но безусловно добром деле. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Сегодня при ремонте квартир собственники зачастую не ограничиваются поклейкой обоев и укладкой ламината. Все более популярна становится перепланировка. Для проведения таких серьезных работ, как, например, снос стен, конечно же, нужно получить разрешение. Однако некоторые считают, что это не обязательно. К чему может привести незаконная перепланировка, расскажет Валерий Седов. Ширина вот эта вот. У соседей то же самое. Там два серванта у них стоит, и у них вот так вот они тоже разъехались. Шкафы, тумбочки, дверные проемы и даже пол. Покосилась буквально вся квартира. Причиной тому стала незаконная перепланировка у соседей снизу. Началось все еще в сентябре. Тогда пострадала соседка Аллы. У нее вздулся пол. А спустя два месяца то же самое произошло и у нее в квартире. 13-го числа прихожу с работы. То есть у меня не было сутки ровно. Прихожу с работы и вижу, что у меня полы в коридоре. Выглядит, как говорится, не очень красиво. То есть у меня вздыбилась паркетная доска. То есть она подняла арголит и линолеум. То есть идет движение пола до такой степени, что доска просто мне рвет полы. Вслед за паркетом покосились и дверные проемы. Вот такой перекос двери у нас идет. То есть она даже не закрывается. Она не попадает. Практически все двери в квартире открываются с трудом. К тому же замок ни в одной из них уже не работает. Алла практически каждый день измеряет уровень изменения состояния мебели. И показатели всегда разные. Ящики на тумбах превратились в настоящую елочку. А белая полоска скотча, которая приклеена сзади, это своего рода маячок. Он показывает, как сильно накренилась мебель. И такие отметки расположены по всей квартире. Мы уже боимся. То есть складываем вещи в одну сторону. Деньги, документы, паспорта, какие-то вещи носимые, чтобы успеть выскочить из квартиры. Женщина уже обращалась практически во все инстанции. Жилищная инспекция отреагировала. Правда, не сразу. Возникли новые проблемы. Надо было попасть в злополучные квартиры, где произошла незаконная перепланировка. Вот только жильцов постоянно не было на месте. Спустя некоторое количество времени и усилий жилищная инспекция обследовала квартиры на втором этаже. Выдано предписание в течение четырех месяцев восстановить по-прежнему стены или приготовить документы. И когда они попали уже в четвертую квартиру, было произнесено, также было выдано предписание. То есть тоже документов никаких нет. То есть это самовольная перепланировка. Предписание, конечно, выдано. Но вот следить за его исполнением никто не собирается. А между тем перекос в квартире продолжает увеличиваться. Обращение в полицию ничего не принесло. Структура ответила предложением. Ремонт в квартирах на втором этаже происходит в установленное законом время. Прокуратура и префектура района даже не оставили у себя документов Аллы. Достучаться удалось только до администрации города. 17 января они приняли документы и пообещали дать ей ответ в 10-дневный срок. Вот только что может произойти за это время с домом, которому больше 60 лет, неизвестно. Юристы в этом вопросе приходят к единому мнению. Нужно обращаться в суд. Прежде всего, конечно, необходимо оценить размер ущерба, насколько это безопасно проживание в подобной квартире. В дальнейшем делается оценка, какова сумма ущерба, причиненная в результате действия или бездействия тех соседей, которые в результате перепланировки привели к подобному разрушению квартиры данного жильца, данного собственника. Если это не решается в досудебном порядке, то человек вправе обратиться в суд. По суду назначается судебно-строительная экспертиза, которая определяет размер ущерба, причиненного в результате действий. Ситуация могла бы и не стать критической, если бы соседи решили действовать по закону. Когда собственники задумались о перепланировке, то первым делом нужно обратиться в органы местного самоуправления. Именно они примут решение, можно ли делать какие-то работы или нет. Уже сделанную перепланировку можно узаконить, обратившись в эти же органы. Правда, при условии, что она не принесла никакого вреда соседям. А иначе, при халатном отношении к своему собственному дому, ситуация может стать критической, как в доме номер 23-9 на улице Энгельса. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Крещенские морозы в этом году будут довольно щадящими. В ночь на 19 января синоптики прогнозируют понижение температуры всего лишь до минус 12. Однако именно в эту ночь многие планируют принять участие в крещенских купаниях. А это значит, что повышается вероятность обморожения. О том, как следует себя вести в минусовую температуру, нам рассказали в Управлении МЧС России по Рязанской области. Обморожение сопровождается сильным перехлаждением тела. Самое уязвимое к обморожению части человеческого тела – это пальцы на руках, ногах, кончик носа и уши. Кроме этого, есть ряд факторов, которые увеличивают риск обморожения. А именно, неудобная промокшая тесноватая одежда, длительное неподвижное положение тела, сердечно-сосудистые недуги, повышенная потливость, ослабленные болезнью организм. Самая тяжелая форма обморожения тела приводит к неизбежной ампутации обмороженной части тела. Случается в основном в нетрезвом состоянии. В очередной раз сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться гражданам от употребления алкоголя в заморозке. Кроме того, опасно курение, во время которого замедляется кровоток, что делает конечности чувствительными к низкой температуре. Однако, каждый должен знать, как помочь пострадавшему от переохлаждения. Прежде всего, необходимо прекратить охлаждение организма, доставить пострадавшего в любое теплое помещение, снять с него холодную обувь и заледеневшие носки, напоить горячим чаем и сделать массаж конечностей, восстанавливающие кровообращения. При необходимости можно дать обезболивающие лекарства, в процессе оказания самостоятельной помощи вызвать доктора. То, что касается массажа. Вот, значит, такой массаж можно делать только при первой стадии. То есть, при более тяжелых стадиях растирать тело не рекомендуется, этого делать не нужно. Ни в коем случае не следует снимать обувь с обмороженных ног на улице, только в тепле. Кроме того, при поломке автомобиля на трассе не следует из него выходить. Необходимо дождаться тех помощи, спасателей, знакомых или попросить помощи у водителей попутных автомобилей. В любом случае, если появилось малейшее подозрение на обморожение, необходимо сразу обратиться в экстренные службы. Одевайтесь теплее, носите перчатки, шапки и используйте шерстяные стельки для обуви. Будьте здоровы! Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Кого не смущает холодная погода, так это рязанских моржей. В преддверии православного праздника Крещения наша съемочная группа увидела тренировку любителей зимнего плавания. О том, что нужно знать, чтобы окунуться в прорубь без вреда для здоровья, они рассказали Алене Куколевой. Когда мороз крепчает, кто-то достает из гардероба самые теплые вещи, а кто-то тянется к проруби. У любителей зимнего плавания купальный сезон – круглый год. На улице минус 8, но это только на руку рязанским моржам. Чем холоднее на улице, тем теплее вода. И это не пара человек-экстремалов. Сегодня в клубе занимаются более 70 человек. Чтобы не умереть со скуки, чтобы был чем занят способ работы. Это не просто хобби, а здоровый образ жизни. Заплыв в ледяной воде – тренировка сосудов всего тела. Моржи редко болеют респираторными и вирусными заболеваниями. Возможно, поэтому в рядах опытных пловцов почти на каждой тренировке появляются новички. На самом деле это прям непередаваемое ощущение, когда заходишь, ты себя контролируешь. И не на публику, а именно для себя. И потом вот плывешь, и как будто нету такого холода. Ну, классно. Сейчас немножко вот пытаюсь согреться, но это совершенно не страшно. Начинать закаляться никогда не поздно. Самый экстремальный вид закаливания – нырять с головой в прорубь. Тем более впереди крещение, и многие решатся окунуться в ледяную воду. Но всем подряд это делать специалисты не рекомендуют. Надо понимать, что запас прочности молодого организма большой. Поэтому, может, это будет являться дальнейшим толчком для того, чтобы человек продолжил занятия зимним плаванием. А пожилым людям, особенно людям, имеющим определенные заболевания, я бы рекомендовал не окунаться в проруби, а достаточно просто омыть руки, умыться. Это будет вполне достаточно. Холодовой стресс противопоказан людям со слабыми почками, худым и простуженным. Начинать закаливание надо с контрастного душа, постепенно увеличивая время. И еще одно правило для тех, кто ночью 19 января все же решится окунуться в прорубь. Ни в коем случае не сочетать крещенские купания, вход в воду, в ледяную воду с алкоголем. Это вот очень важно. Многие этого не понимают, и тем самым наносят огромный вред своему организму. Лучше пить после этого чай. На само крещение к главной Рязанской купели на Ореховом озере будут ездить троллейбусы. На месте установят отапливаемые палатки и нальют бесплатный горячий чай. Окунуться в ледяную воду можно будет после полуночи. Всего на водоемах Рязанской области будет оборудовано 33 места для крещенских купаний. Ближайшие к городу – на Старице, Дядьковском Затоне и Карьере Ворских. Перед купанием необходимо хорошо разогреть организм. Находиться в проруби больше одной минуты может быть опасным для здоровья. А после купания надо выпить горячий чай, растереть себя полотенцем и надеть сухую одежду. В галерее на Старом Перекрестке открылась выставка работ художника-любителя Дмитрия Попандопола. Морские пейзажи и южные зарисовки – всего 39 рисунков смогут увидеть рязанцы. Познакомилась с экспозицией Алена Куколева. Побывать на море можно, не уезжая из города. Выставка картин морских пейзажей и южных зарисовок открылась в галерее на Старом Перекрестке. Автор работ – известный широкой публике художник Дмитрий Попандопола. Несмотря на солидный возраст, автору за 80, его картины пропитаны теплом и солнечным светом. А тему юга он выбрал не случайно. Родился художник в Геленджике. То, что здесь есть некий дух юга, что здесь, может быть, не пахнет, но ощущается море, вода, юг, мне кажется, это присутствует. А это главное. Если зритель будет это чувствовать, хоть немного, вот, мол, посмотрел, краски юга, да, солнце, вот вода, вот загорелый отдыхающий, мне будет приятно, чтобы в зимние Рязани, в январе месяце, кто-то себя почувствовал на юге, на какой-то миг побывал на этой выставке. Среди работ – воспоминания детства, юности и родного берега в акварели, гуаше и графике. Художник назвал экспозицию «Черное море мое». Я там родился и вырос. Много лет прошло, как я оттуда уехал. Тем не менее, Геленджик – это вочий дом. Но я не могу сказать, что Рязан для меня чужая. Я здесь тоже уже 40 лет. Найти человека, который не любит Южное море, нелегко. Именно поэтому картины пляжа, природы, юга России и морской темы по нраву придутся многим. Сама личность его невероятно солнечная, детская, несмотря на его возраст. Вот она светится во всех его работах. Она просвечивает оттуда. Она дает вот этот свет, который в его работах как раз и существует. Всего в экспозиции почти 40 рисунков и больше всего среди них ночных пейзажей. Увидеть работы можно в галерее на Старом перекрестке, которая расположена на улице Горького. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр» поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр, премьер, павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей, будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер», павильон на парковке. «Премьер», павильон на парковке.